Успокойте свою душу. О душа моя, прибудь в мире. О душа моя, прибудь в мире. О душа моя, прибудь в мире. Сейчас переходите к чакре основания позвоночника. Снова делайте вращательные движения и опечатайте эту чакру. Четыре лепестка, белый огонь, свет матери. Сейчас медленно поднимайте правую руку по линии ваших чакр, как показано на схеме. Продолжая держать левую руку на сердце, вы можете останавливаться на каждой из чакр, продвигаясь к чакре венца. Вы можете проделать это медленно и несколько раз, начиная с чакры основания позвоночника. Запечатывайте и поднимайте свет. Сознательно пожелайте, чтобы он поднимался. Снова положите правую руку на сердце в завершении ритуала. Затем, если у вас есть желание, можете пропеть Ом. Затем, если у вас есть желание, можете пропеть Ом. Затем, если у вас есть желание, можете пропеть Ом. Это упражнение, которое вы можете проделывать после пробуждения. Вы можете делать его даже прежде, чем утром встанете с постели. Нам всем знакомо состояние, когда вы пребываете в великом счастье, но приходит кто-то в зеленой тоске или чернее тучи, и вы не слышите от него ничего хорошего, ни о ком и ни о чем. И внезапно улыбка сходит с вашего лица, и вы мрачнеете. Архангел Гавриил говорит, что именно тогда вам нужно немедленно призвать свой столб света, фиолетовое пламя, и опечатать чакры этим упражнением. Он говорит, что вы можете делать это несколько раз на дню, особенно после того, как чувствуете себя обустошенным, после длительного пребывания на людях. Гавриил часто повторяет, что вы нужны Богу, вы должны сотрудничать с Божьими Архангелами, трудясь рядом, плечом к плечу, ради победы. Лишь тогда, когда вы призываете Архангелам, они могут войти в ваш мир и спасти жизнь, ибо закон свободной воли остается ключевой нотой на стезе посвящения. Если мы не пользуемся Бога данной свободной волей призывать Архангелов, они не могут войти в вашу жизнь и оказать помощь в разрешении ваших проблем. Помните об этом. Бог в сердце Архангела или Ангела нуждается в вашем особом приказе, определенном слове, дабы предпринять что-либо вам во благо. Если вы не можете придумать, как обратиться к Ангелам, просто скажите, Архангел Михаил, на помощь, на помощь, на помощь! Пошлите СОС, если попали в беду, и помощь нужна вам немедленно. Вопреки этому утверждению, многие из вас испытали вмешательство Ангелов в свою жизнь, когда они приходили к вам, даже без вашего призыва или молитвы. На это были причины. Так произошло, потому что у вас были непрерывные взаимоотношения с Богом и Его Ангелами в этой и прошлых жизнях, даже если это не осознавалось вами. Ваша душа поддерживает непрерывную связь с Богом и Ангелами. Или, возможно, с уровня подсознательного ума, ваша душа взывает к Богу, моля Его о помощи, независимо от того, что делает ваш внешний ум. Итак, существует молитва сердца, которая может не быть выражена словами или сознательно сформулирована, но она достигает престола милосердия и получает незамедлительный ответ непосредственно из сердца Бога. Даже на молитву желания, все поглощающее желание избавить любимых от оков горя и страдания, приходит ответ ангельских служителей Божьих. Вы можете не осознавать, что ваша душа погружена или долгое время была погружена во внутреннюю молитву. Бог всегда отвечает на сердечную молитву. И в дополнение ко всему, отвечая вам, он посылает своих ангелов-служителей, чтобы они стали вашими наставниками, защитниками и друзьями. Субтитры создавал DimaTorzok Итак, согласно закону, Бог даровал нам свободную волю в Царстве Подножия. Мы вышли из Его пламенного присутствия, мы вышли из сверхсовершенства и создали карму. Бог сказал, я даю вам свободную волю во всей материальной вселенной. Делайте, что хотите. Вы отвергли ангелов, отвергли мою помощь. Теперь, если вам понадобится помощь, вы должны призвать нас, потому что я обещал вам и пожаловал вас в свободной воле во всем, что вы делаете. Вот почему люди могут убивать, жестоко обращаться с детьми, мучить их, неправильно кормить их, приучать их к табаку и наркотикам. И никакой ангел не вступается и не спасает ребенка от смерти, от тяжелых испытаний, огня или чего бы то ни было еще. Несчастья случаются. Они случаются, потому что не было никого, кто бы сделал призыв, а у людей, имевших отношение к данному происшествию, не возникло желания обрести заступничество ангелов. Видите ли, если бы Бог вмешивался во все, что мы делаем, мы бы рассердились на Него. Только мы собрались бы что-либо сделать, а Бог или его ангел останавливал бы нас. Так мы никогда бы не имели возможности учиться на собственных ошибках или благих идеях. Мы действительно наделены абсолютной свободой. Мы действительно обладаем абсолютной свободной волей, а ангелы полностью подвластны закону Бога. Они обязаны отвечать на каждый сделанный нами призыв, если он не противоречит Божьей воле. Гавриил говорит, мы войска, назначенные сыновьям и дочерям Бога, и приходим на землю исполнить Его волю в ответ на ваш призыв. Если ваши приказы соответствуют воле Бога и посвящены ей, помощь, несомненно, придет. Софи Беннем в своей книге «Письма ангелов» опубликовала письмо женщины, которая утверждала, что ангелы особенно преуспевают в поисках работы для безработных. Она рассказала о том, что когда ей было 12 лет, ее отец потерял место. Он никак не мог найти работу, а эпизодических приработков не хватало, чтобы содержать семью. Женщина рассказала, как однажды по дороге из школы домой она зашла в свою церковь, и я решила войти и помолиться о помощи моему отцу, пишет она. Когда я шла к алтарю по центральному проходу между скамьями, меня охватило очень странное чувство, будто состояние опьянения, когда забываются все проблемы. Я молилась и знала, что на мою молитву придет ответ. Я шла домой, и ничто в мире не волновало меня, но когда мать сказала мне, что в тот самый день отец нашел работу, я решила сохранить свое переживание втайне. У меня было такое чувство, что это ангелы дали работу моему отцу. 40 лет спустя у нее был похожий опыт. Она пишет. Мой сын Дин позвонил мне однажды днем и просил разослать для него несколько анкет возможным нанимателям. Он водил грузовики в государственной компании и начал уже ненавидеть свою работу. Он скучал по дому и своей девушке и хотел найти работу на месте. И это трудная задача, поскольку уровень безработицы высок в нашем районе. Послав два письма, о которых он просил, я не смогла найти третьего адреса. Я открыла справочник в желтой странице, чтобы найти этот адрес, и он открылся на странице с адресами строительных фирм. Внезапно чувство 40-летней давности теплой волной поднялось во мне. Мне бросилось в глаза название местной строительной фирмы. Я почувствовала такую уверенность, что эта компания возьмет моего сына на работу, что написала письмо от его имени. В воскресенье я помолилась церковь о том, чтобы он получил там работу. А в понедельник утром зазвонил телефон, и Динла пригласили на собеседование, и он получил работу. Оказалось, что в тот день, когда пришло его письмо, один из сотрудников отказался от места, и им срочно потребовалась замена. Может быть, у ангелов в бирже труда? Вот другой очень наглядный пример того, как ангелы ответили на молитву расстроенной матери. Эта история была напечатана в 92-м году в декабрьском номере домашнего журнала для женщин. Медсестра Шерли только закончила работу в ночной смене в больнице. Готовясь прочитать свои утренние молитвы, она ощутила странные чувства. Она знала, знала со всей уверенностью, что Дженни, ее 13-летняя дочь, была в опасности. Она почувствовала леденящий холод, и неожиданное рыдание сотрясли ее тело. В это самое время, более чем за 15 сотен миль от нее, Дженни, проводившая каникулы в Рейзоне, отстала от брата его жены, захваченная впервые увиденной живописной пустыней. Она взобралась на ограждение, чтобы лучше все увидеть, и потеряла опору. Скатываясь по склону каньона, Дженни в отчаянии пыталась ухватиться за что-нибудь. Она катила все быстрее и быстрее навстречу неминуемой смерти. В Мичигане Шерли, впав в отчаяние, призвала ангела спасти дочь. Она стала громко читать Псалом 90-й. «Ибо ангелом своим заповедала тебе охранять тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». Как позднее семья восстановила всю последовательность событий, в тот самый момент, когда Шерли завершила свою молитву, Дженни чудесным образом остановилась 50 ярдами ниже места, с которого упала. Было похоже на то, как будто невидимая рука протянулась к ней и подхватила ее. Без какой-либо видимой помощи, ошеломленная девочка ползком начала медленный подъем по склону. Когда Дженни достигла края каньона, Шерли охватила чувство покоя. Она знала, она знала, что ее дочь теперь в безопасности. Архангел Гавриил убеждает молиться непрестанно. Апостол Павел советовал фессалоникийцам, молитесь непрестанно. Что такое постоянная молитва? Гавриил говорит, постоянная молитва – это молитва сердца, которая всегда молится, даже в то время, когда вы заняты делами и тем, что требует от вас карма. Вы можете произносить очень короткие и небольшие фразы, которые будут молитвой. Вы сможете ощутить любовь Бога, переполняющая сердце, такую великую любовь Бога, что захотите призвать Его ангелов, принести эту любовь всем, кто нуждается в утешении, и тем, кто в печали. Архангел Гавриил часто напоминает, что Бог послал семерых архангелов для спасения людей света на земле. Это была основная тема диктовок, данных семью архангелами, на новогодней конференции 1981 года. У нас есть альбом из восьми кассет со всеми диктовками, а также том же «Мчужин мудрости» этого года. Вот том же «Мчужин» с печатным словом, а это диктовки, записанные на кассеты, которые вы можете прослушать. И когда вы ставите аудио или видеокассеты, там присутствуют ангелы, и все происходит будто впервые. И вы получаете необычайное благословение. Это основополагающие послания. Гавриил предостерег в своей диктовке о том, что существуют силы на нефизических уровнях, которые действуют против вас изощренными способами. Они делают нас уязвимыми для вредных привычек к веществам, подобным никотину, алкоголю и наркотикам. Эти вещества блокируют потолск света в чакрах, приводя к потере здравомыслия, паранойи и другим эмоциональным расстройствам. Гавриил сказал, что эти силы также способны работать против вас, проникая в сердце и ум посредством, как это называют, агрессивного внушения. Эти силы могут привносить сомнение и страх, и заставить вас думать, будто это ваши собственные эмоции, в то время как это не так. Вот почему вы должны знать, кто вы есть, во что вы верите, что думаете, и не позволять какой-то посторонней невидимой силе влиять на вас. Гавриил говорит, что самая лучшая защита от этих негативных сил – ежедневно молиться архангелам и сохранять свои чакры и четыре нижних тела чистыми. Ваши четыре нижних тела сцеплены вместе. У вас есть физическое тело, которое вы можете видеть, с ним сцеплено тело желаний, затем ментальное тело, которое представляет собой познающий ум, и тело памяти, которое содержит все записи вашей души, которые только накопились у вас, за ионы вашего существования с той поры, как вы вышли от Бога. Гавриил говорит, «Те, кто идет путем праведности, те, кто отзываются на голос Я-Есмь присутствия, те, кто открыт, чист сердцем и бесхитростен, являются чистыми каналами для потока света. И этот свет, как могучий водопад, ежедневно очищает четыре нижних тела». Гавриил предупреждает, «Вы не сможете выжить без необходимого омовения ума, сердца и тела. Вы не можете жить, не соблюдая основных правил диеты. Вы не можете быть в постоянной готовности и ощущать всестороннее объединение со своим Я-Христа, если принимаете какие-либо вещества, наркотики или то, что загрязняет организм, которые временно или на долгое время не позволят потоку света литься во всей полноте. Поймите, что когда вы не находитесь с настроем со своим Христоразумом, вы многим рискуете. Многое может преградить путь потоку света на различных уровнях вашего существа. В физическом теле это тяжелая пища, химические добавки, все виды наркотиков. В эфирном или теле памяти это записи прошлого, которые должны быть поглощены фиолетовым пламенем, потому что в определенном возрасте вы начинаете возвращаться к ним. В 60, 70, 80, 90 лет люди постоянно возвращаются к прошлому, вместо того, чтобы смотреть в светлое и славное будущее. И это происходит потому, что мы нуждаемся в фиолетовом пламени для очищения тела памяти. В ментальном теле это духовная и интеллектуальная гордыня, непослушание, зависть. В теле эмоции неумеренность в желаниях, засоряющая это тело. Ему предназначалось служить выразителем нашего стремления к Богу и желание служить Ему. Архангел Гавриил поможет вам очиститься на всех уровнях вашего существа. И вы можете сделать это, используя веления фиолетового пламени, данные в буклете об ангелах. Гавриил обещает, что если вы прозовете к Нему во имя своего Я-Есен-присутствия и Я-Христа, Он даст вам полный момент достигнутой им чистоты, чтобы помочь вам очистить ваши мотивы и желания. Гавриил утверждает, что если вы не сосредоточены в своем Христосознании, ангелы не могут использовать вас для закрепления их света, необходимого для спасения Земли. Вы можете спросить, как Бог может использовать вас для спасения Земли? Что ж, Гавриил объясняет это. Он говорит, мы исследуем Землю, поскольку стремимся предотвратить природные катастрофы, потерю жизни, эпидемии, влияние человека на климат, опасность радиоактивных осадков и радиации, проникающие в клетки тела. Мы считываем все это в какие-то секунды. С помощью компьютера разума Бога мы ищем и находим тех, кто находится на определенном уровне Христосознания и незамедлительно направляем поток света через них, дабы предотвратить катаклизм. Божий луч, подобно сканирующему лучу, способен найти на планете тех, кто может принять свет, который спасет жизни. Когда вы находитесь в верном состоянии ума, ангел наполнит, наполнит вас светом, чтобы вы поддерживали баланс для своей семьи, своего города, тем самым светом, что есть в вас. Все те, кто имеют необходимый уровень света в тот момент, становятся нашими орудиями. Поэтому, устраивая себе выходной от чтения велений или поддержания в себе верного состояния ума, решая отправиться на пирушку или делать что-либо подобное этому, знайте, это все равно, что взять выходной от своих духовных обязанностей. А может быть, именно в этот самый день Бог пожелает использовать вас, наполнив светом, наполнив вас своим светом на благо другим людям. Ангелы сделают, сделают ваше тело электродом света. И когда вы почувствуете, что этот свет сходит на вас, возьмите эту книжечку велений, пойте песни и читайте веления. Умножайте этот свет и знайте, что Бог дает вам свет не только для личного пользования. Он дает вам свет, потому что он нужен окружающим вас людям, а их чакры и тела не способны удерживать свет. И все, что от вас требуется, это какое-то время читать веления, и вскоре с Архангелом Михаэлом вы сможете удерживать свет и защищать его. Когда вы видите, что происходят великие бедствия, поймите, что в это время не хватило душ, вибрирующих на уровне Я Христа, чтобы предотвратить возвращение кармы человечества по мере ее осаждения на Землю. Когда вы смотрите телевизор и увидите извержение вулканов и всякого рода ужасающие бедствия, выпадающие на долю людей, и они напуганы, они кричат, бегут, а вы сидите дома, вы в безопасности в своей гостиной, именно тогда настало время призвать свет и направить его тем людям, которым приходится искать спасение в своей физической ситуации. Вы вдали от всего этого, но поскольку у вас есть телевидение, вы можете получить точную ментальную фотографию этой ситуации и направить туда весь свой свет и свои веления и послать миллионы ангелов на помощь этим людям. Для этого стоит жить. Это позволяет вам почувствовать свою полезность, ибо этот закон вступит в действие от вашего имени. Ангелы на месте, Бог прислал их. Вы возлюбленные сыновей и дочери Бога, и вы можете справиться с мировыми проблемами. Разве это не повод для радости? Архангел Гавриил называет себя радостным архангелом. Он говорит, и говорит совершенно определенно, что идет война, которую необходимо выиграть ради спасения ваших душ, война, которую вы должны вести сами. Но он утверждает, что эта стезя может быть стезей неиссякаемой радости. Гавриил учит, необходимо закатать рукава и признать, что вы в ответе за каждый неверный шаг, когда-либо совершенный вами в этой или во всех предыдущих жизнях. Направляя свет в записи тех неверных шагов, вы можете сбалансировать свою карму. Гавриил говорит, если вы не пересмотрите свои неверные шаги, другие могут попасть за подню вашего прошлого Я и путей прошлого. Настало время истинным искателем Бога осознать космическую ответственность за мысли и чувства, разнесенные ветром. Гавриил говорит, что стезя, к которой вы идете, пожиная свою карму, не является дорогой скорби. Это и не тягостный труд. Он говорит, это стезя, путь непрестанной радости. Радости, потому что вы видите ситуацию в верном свете. Всякий раз, встречаясь с проблемой, тяготными, бедствиями, вы призываете свет и продолжаете призывать его до тех пор, пока проблема не разрешится. Итак, если вы смотрите на проблему, то можете впасть в негатив. Если видите решение, вы знаете, что на него можно рассчитывать, потому что Бог держит свои обещания. Бог всегда сдерживает свои обещания при помощи ангелов. Если вы не доверяете никому другому во Вселенной, верьте Богу и знайте, что его приговор справедлив и праведен, даже если он создает вам препятствия. Они приходят, чтобы учить нас, и мы должны быть готовы принять ответственность за свои ошибки. Итак, стезя – это путь неприходящей радости, потому что день за днем с помощью фиолетового трансмутирующего пламени Святого Духа вы бросаете в священный огонь обломки своей вековой кармы. Гавриил сказал, «Эта стезя радостна, как никакая другая. Это радость победы над собой. Это радость победы над врагом, скрывающимся под личиной вашего «я». Будь то враг алчность или враг потакания в еде, например, обжорство, или враг эгоизм, или духовная слепота, всегда есть радость в победе над собой, радость самореализации, становлении тем, кем вы воистину являетесь. Самое главное, что вы должны помнить об Архангеле Гаврииле, это то, что он – ваш друг. В одной диктовке он сказал, «Я ваш друг. Вы хорошо знаете меня, и когда вы, находясь в своих телах света, встречаете меня на эфирных дорогах, вы говорите, «Привет, Гавриил, старый друг». И мы приветствуем друг друга как товарищи и обнимаемся». В другой раз Гавриил дал обещание, «Я Гавриил, утешитель жизни. Я здесь и не покину вас, ни одного из вас, пока вы не придете к исполнению цели своего бытия». Подумайте об этом обещании, данном Гавриилом, душе каждого живущего на земле. Я не покину вас, ни одного из вас, пока вы не придете к исполнению цели своего бытия. Вы не одиноки. Вот в чем суть вести Гавриила. Я решила, что людям нужно иметь под рукой напоминание об ангелах и молитвы к ним, и тогда я сделала эти маленькие карточки. На этой изображен архангел Гавриил, а на обороте молитва к нему. Вот любовь, архея Чемуила. На этой архангеле